Одна из причин, почему возникла вообще идея проведения вот этих вот семинаров пятидневных для врачей Казахстана, это послужило то, что в Казахстане есть тенденция к нарастанию антивакцинального движения, увеличение количества отказов от вакцинации, а отказ это активное решение. Так, и двух очень серьезных ситуаций, которые развились в Казахстане, первая была в 2013 году, когда страна приняла аргументированное, очень серьезное решение, поддержанное правительством о внедрении ВПЧ вакцины в календарь прививок, и в 2013 году была предпринята первая попытка в ряде регионов провести эту вакцинацию, она была сорвана. А в 2015 году, в связи с неблагоприятной ситуацией по коре, санитарно-предпринимательская служба пыталась провести массовую дополнительную вакцинацию против кори, и она по определенной причине была сорвана. Вот об этих вещах, почему же это возникает? Это конкретная ситуация, связанная с восприятием населения. Что же было так, и что же было не так, и как таких ситуаций избежать в последующем? Потому что вакцинация остается приоритетной программой Министерства здравоохранения Казахстана и правительства Казахстана, и, значит, функциональная обязанность людей, которые реализуют эту программу, оказывает противодействие всем тем негативным тенденциям, которые есть в этом плане в стране. Посмотрите, пожалуйста, на вот эти четыре вопросы, и как вы на них ответите, какой вариант ответа вы выберете? К неблагоприятным проявлениям после иммунизации что относится? Первый вариант ответа – реакции, вызванные качественными дефектами вакцин. Второе – события, связанные по времени, то есть случайные совпадения. Третье – реакции, связанные с боязнью иммунизации. И четвертый вариант ответа – что все вышеперечисленные верно. Исходя из того, что, как мы вчера с вами обсуждали, классификацию нежелательных последствий после иммунизации или еще побочных проявлений после иммунизации, вот все вот эти вот состояния, они являются правомерными, они в жизни есть с определенной частотой, они существуют. Теперь давайте конкретные ситуации, которые развернулось в Казахстане в 2013 году при акции внедрения вакцины ВПЧ в Казахстане. Во-первых, про ВПЧ еще раз напомню, что такое вакцина ВПЧ. Если сравнивать все вакцины, которые есть в календаре сейчас в казахском и вообще в Центрально-Азиатском регионе, вот самая безопасная – это вот эта вакцина. Я уже говорила, еще раз повторю, она представляет собой кусочек оболочки РНК вируса папилона человека. Кусочек генно-инженерно размноженное, там производственная трава приготовленная. Она очень мягкая, нереактогенная вакцина. Она не несет генетического информации генетической. И вот эта вот вакцина должна была внедряться. Значит, акция была начата в октябре. Началось проведение девочек в возрасте 11-12 лет, проживавших в Атараусской, в Аладарской областях, а также в Алма-Аты и тогда еще в Астане. И что же получилось в результате? В Аладарской области две школьницы после получения вакцины попали в реанимацию, сообщило Казахское телеграфное агентство. На тот момент уже эту вакцину получило 1 тысяча девочек. Вот две попадают в реанимацию. После этого многие привитые подростки, услышав это по телевидению, прочитав ли я, не знаю, каким образом, стали жаловаться на плохое самочувствие. У одной девочки губы и ногти посинели, у другой школьницы сильно кружилась голова. Чиновники управления Павлодарской области сразу же заявили, и они имели для этого основание, что вакцина не может представлять вреда, и что в случае ее непереносимости они не отрицали их, но что они очень редки. Вакцина действительно малореактогенная. Между тем, Госсан и Петрозон сурочно созывают специальную комиссию, которая приступает к проверке обстоятельств чрезвычайного происшествия. В нее вошли независимые иммунологи, аллергологи, педиатрии, представители педиатра, представители вузов, эпидемиологи, а также эксперты, приглашенные Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЭФ. Вот сейчас к тому, что надо ли показывать, не надо ли показывать, вот это у меня от казахских специалистов, полученные не мною, а Всемирной организацией здравоохранения. Давайте посмотрим вот этот вот ролик. Сейчас, извините. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень похоже, правда? Я, вы знаете, многократно прокручивала этот ролик И пыталась посмотреть, нет ли руки Акушера Нет, руки Акушера тут нет Какие-то судорожные подергивания Закатывание глаз И однозначно гипервентиляционный синдром Она очень часто дышит Вы замечаете это? Очень часто дышит Но это никак не анафилоксия Вот это состояние, скорее всего, было принято За анафилоксию девочка Я понимаю, что она оказалась, по крайней мере, в отделении Интенсивной терапии точно И отсюда пошла уже паника А вот, я не знаю, то ли это Средний медицинский персонал, то ли врач Она говорит, дыши чаще То есть этим усугубляется состояние Если она начинает дышать чаще То при гипервентиляционном синдроме Алкалоз дыхательный Он еще больше усугубляется Идем дальше Вот это ситуация, произошедшая при вакцинации При внедрении вакцинации ВПЧ Всемирная организация здравоохранения Вот предлагает рассмотреть вот такую вот схему Что же происходит в таких ситуациях Потому что они не только в Казахстане В ряде регионов повторно И в Европейском регионе, и в мире Они происходили И посмотрите, что указывают Вводите вакцинацию Вводите Возникают побочные проявления С какой-то определенной частотой Они всегда могут возникать Что это было? Мы сейчас будем разговаривать И что же, посмотрите Они вводят понятие Что до вакцинации Должен был быть инкубационный период О чем речь? Мы будем говорить И они говорят о золотых минутах Что за золотые минуты? Если вот эти золотые минуты Правильно организовать свою деятельность То есть персонал будет обученный То можно выйти из этой ситуации Не доведя ее до крайности До срыва вообще всей акции Как это произошло В Казахстане А если же возникает паника Да еще начинают ее поддерживать Средства массовой информации Наступает хаос Ставится Вот поставлен неправильный диагноз Нераспознанное НПП Или оно неправильно трактовано И возникает долгосрочная проблема Кризис Которая до сих пор еще есть И вот она служит причиной Вот тех дискуссий Которые вы слышали И до начала сессии Мы к этому графику еще вернемся Мы к нему вернемся Будем его продолжать Другой пример Другой пример Он произошел тоже в Казахстане Мне его передали тоже Из Европейского регионального бюро Значит что это такое Реальный пример Подросток умирает После прививки от кори В ходе кампании Вакцинации против кори Об этом тут же сообщается По телевидению Но Когда начали разбираться Уже через 24 часа Было известно Что он погиб Этот ребенок Но он погиб От менингококковой То есть бактериальной инфекции Менингококк Он есть Вакцинацию против него Она в календарном плане Не проводится Индивидуально Кто-то прививается Конечно Но вот совпало По времени Я понимаю Что с началом Появление Случа заболевания Менингококковой инфекции Это было доказано Что ребенок Кто погиб Он не от вакцины А он погиб От менингококковой инфекции И вот посмотрите На вот эти вот слайды Приблизительно От 2 до 5 подростков На каждые 100 тысяч Это по статистикам Минздрава Ежегодно умирает От менингококковой инфекции В Казахстане В Казахстане Это происходит И посмотрите Если вот Предположить так Что вот вводится Вакцина ВПЧ Она делается двукратно Вот Теоретически Скажем Предположительно Вот эти 5 случаев Которые Вот в этот сезон Они Предположительно Могут быть Первая кампания Вакцинации Против кори Это было уже связано С корью Вот эта ситуация Рассматривается И второй раз Смотрите Что происходит Вот эта вот Кампания Против Вакцинации Против кори Она Наслаивается На один из случаев Менингококковой инфекции Скорее всего Это произошло И вот с этим Ребенком Такое По времени Совпало По времени Менингококковая инфекция Имеет очень короткий Инкумационный период Поэтому и продром Это особый Такой выраженной Могло и не быть Или ее просмотрели Может быть Но вот возникает Заболевание И это Послужило Начальным пунктом Того Что была сорвана Вся компания Противопедемическая В отношении Вакцинации Против кори Тут возникла Цепная реакция По всей стране Начали все Прививаемые А там было Очень много Подростков Школьников Прививали Студентов Колледжа Учеников колледжа И студентов Прививали По всей стране Сотнями стали Заявлять О явных Нежелательных Проявлениях Которые Приводят Госпитализация Вот фотографии Вот фотографии Разных Детей в разных ситуациях Которые вы видите И посмотрите Комментарии К этому Посмотрите Пожалуйста Комментарии К этому Значит Всего было Зарегистрировано В 2015 году 294 Случа Вот таких Вот заявлений И обращений В связи С неблагоприятными Осложнениями В результате Вакцинации Против кори КПК Предполагалось Что причиной Этой реакции На прививку Было ее Плохое качество Тут же это Поддержали Средства массовой Информации Начали кричать На всех углах Что стараются Изничтожить Всю популяцию Скажем Вот такие хорошие Вакцины На время выяснения Принято решение Приостановить Вакцинацию Все Против Эпидемическое Мероприятие В виде вакцинации Было сорвано А теперь Послушайте Пожалуйста Что говорили люди На эту тему Отражение Это нашло свое В прессе Итак Обсуждение В прессе Со слов Представителей Населения В какой-то мере Виноваты Сами медики Они перестали Работать с населением Перестали объяснять Были даже попытки Скрыть Врачевные Ошибки Ради хороших Показателей Нынче Трудно добиться Правды от врачей Нет доступа К информации Нет информированного Согласия Не работает Право выбора У пациента Врачи относятся К пациентам Как к неграмотным Людям И не считают Своим долгом Даже объяснять что-то Именно после этого Возникла В Казахстане Необходимость Законодательно Закреплять Определенные ситуации Святыми С вакцинацией Именно с этим Была связана Очень большая Дискуссия в парламенте С многократным Многократным Обсуждением Вопроса О внедрении В кодекс О здоровье Положение Об обязательности Прививок Обязательности Прививок Включенных В календарь Прививок И по эпидемическим Показаниям Там же И в других Нормативных документах Оговаривают Что иммигранты Приезжающие в Казахстан Тоже обязаны Прививаться Если Эта Эпидситуация Или вот это Вот рекомендую По эпидситуации Вакцинация Требует этого То они обязаны Прививаться Это было принято Парламентом Но Вот в отношении Информированного согласия Информированное согласие В казахской Нормативно-правовой базе Было закреплено И до этого еще В Санпине В 361 приказе Было четко оговорено Что каждый Имеет право Принимать решение Получает он Или его ребенок Какой-то вакцин Или нет Вот такое Вот решение Нормативных Основ Вопроса Я считаю Очень даже продуманное И сказать Что права Кого-то нарушаются В этой ситуации Нет оснований И в то же время Правительство Государства Министерства здравоохранения Должно думать О всем населении В целом В эпидемиологически Неблагополучных ситуациях По этой ситуации По вот этим 294 случаям Был проведен Анализ И увидели Что это Во-первых Вакцинация Очень широко Проводилась Среди школьников Вот этих Подросткового возраста По коре Потому что Многие из них Вторую вакцинацию Не получали И вот смотрите Большинство Из этих 294 Заявлений О нежелательных Побочных проявлений Касалось возрастной группы От 15 до 18 То есть Это подростки С определенным Гормонально-эмоциональным Статусом Свойственным Этому возрасту У девочек Он более выражен И мальчики Падают в обморок От уколов И бледнеют И краснеют И так далее Мальчики тоже У них это Правда реже Чем у девочек Это вообще склонность Их эмоциональность Гормональный фон У этого возрастной группы Такой Что же было После этого Ну Казахстан Приостановил компанию Пригласили Международных Экспертов Вот здесь Как раз таки Обсуждение Этого вопроса В офисе ВОЗ Я понимаю так И здесь присутствует Доктор Торрес Учебником которого По безопасной иммунизации И ложным противопоказаниям Вы сейчас Располагаете Он приезжал Тогда И изучал И обсуждал Эту ситуацию Со всеми представителями Минздрава Санэпидслужбы И международными Организациями Что же делать Как же быть Ну и Тогда же Вот в этом учебнике Вы это обсуждение Тоже увидите Что в принципе Вот эта ситуация Получившаяся в Казахстане Ничего нового Ничего такого Исключительного Такое было в Грузии В 2008 году Было в Албании Когда вот тоже Велась массовая иммунизация В связи с заболеваемостью В случае заболевания Кори в Албании Так Это было в других странах В Грузии например Конкретно Если разобрать ситуацию Они планировали Очень хороший уровень Так сказать Охвата А что же получилось За один-два дня Они думали Что они все население Охватят Потому что население Это небольшое Но была серия Негативных выступлений На телевидении Демократия Свобода слова Так и пошло-поехало Негативные статьи Тут же подключились И вот вам пожалуйста Динамика охвата Которая сошла Чуть ли не на ноль Чуть ли не на ноль И более того Так как только пошли Негативные выступления По телевидению В одной местности Стали пачками заявлять Вот пачками По десятками Заявлять Об сходных Каких-то реакциях Люди впечатлительны А этот вот подростковый возраст Особенно впечатлительный Если девочка Одна заявляет Что у нее Голова кружится там Или ее подташнивает У другой тоже В срочном порядке Начинают Она чувствует Начинает в себя Вот эти вот признаки Это я опять повторяю Их эмоциональная Лабидность такая Свойство этого возраста Видимо К этому надо быть готовыми Мы были недостаточно Подготовлены к тому Что теперь В плане В отношении кори Это просто Эпи-ситуация обязывала Но и вообще А по ВПЧ Это новая возрастная группа Охватывалась Вакцины В календарь входила И надо нам было Учитывать Вот эти возрастные особенности Тоже И к ним надо было Тоже готовиться Так вот Когда в Грузии Начали разбираться Что же там такое было Стало понятно Что сыграла роль Недостаточная Профессиональная Подготовленность сотрудников Вы знаете Из В 36 случаях А это было 97% Всех случаев ППП Расценили Как антитартический шок То есть Было поставлен Неправильный диалог Там не было шока Там были обмороки Обмороки Перепутались с антитартическим шоком В каждом третьем случае Это были совпадения По времени И это Очень большую роль Сыграли В этой панике Которая подняла Среди населения Сыграли средства Массовой информации Вот приводится информация О том что Это вот мы сейчас назвали Албанию и Грузию А это было и до этого Смотрите В 92 году На АДСМ Вакцину в Колумбии Но такая Малореактогенная вакцина Пожалуйста Была массовая акция По-видимому Так В 95-м На вакцину Гепатита B В Италии Была такая же ситуация Массовых каких-то Психогенных реакций И отказа Срыва Акции Против кори В 98-м пытались работать И то же самое Акция была сорвана То есть Вот эти вот вещи Восприятия Населением Определенной Какой-то негативной Реакции На вакцину Сделающейся Противореческой целью Если вдруг Неправильно оценивается Еще и медицинским Работником Она разрастает Вот до таких вот Ситуаций Панического страха Среди населения И кризиса Хаоса С которым Разбираться потом Приходится очень и очень Долго И оно является Очень таким вот Поддерживающим топливом Для противовакцинального Движения Если до этого Оно было в каких-то Зачаточных Например состояниях В стране То потом оно Разрастается Разгорается В синим пламени Значит Вернемся к этой схеме Что же имелось в виду Когда говорилось Об инкубационном периоде И о золотых мерутах Имеется в виду Что вот к этим акциям Тем более Если это акции Нужно готовиться заранее Нужно вести усиленную Пропагандистскую работу Это вот Средства массовой информации Вот для того Что Находить журналистов Которые работают На медицинскую тему Есть такие Через них С блогерами Разговаривать И убеждать Индивидуально убеждать Получается иногда лучше Чем коллективно Просто вот кидать статьи Куда-то кидать там И это Или просто объявлять По телевидению Что будет эта акция Понимаете Вот И вот Не полениться делать Вот эту работу Золотые минуты Они Вот связаны Именно Вот с теми Нежелательными эпизодами Которые возникают К этому Когда это уже случается Вакцинации Вакцинации Педиатру Врачу Общей практике Большей степени Даже организатором Здравоохранения Большей степени Даже Руководителем Национальной программы Иммунизации Но Казахстан Имеет опыт Опыт Это очень ценное дело Конечно Там уже сделали выводы Я думаю Ну и А вот Исполнители То есть Те кто Конкретно Сталкивается С нежелательными Должны Об этом Однозначно Тоже знать Давайте вот Посмотрим Вот На этих девочек С обмороками Что же это такое Почему это такое происходит В какой возрастной группе Больше всего ждать Мы уже сказали Что это подростки Вот до пяти лет До пяти лет Это встречается Очень редко Это бывает обычно У детей старше пяти лет Дети маленькие Они вот Как говорят Покричит и перестанет Они быстро успокаиваются Очень редко Среди них правда Тоже бывают дети Склонные Гипоксическим состоянием В силу Каких-то до этого Имевших место Проблем С связанной Центральной нервной системы Травмированные В родах Закатывающиеся дети Так их называют Педиатры На высоте Крика На высоте Плача У них происходит Ковременное апноэ Они даже синеют Но потом быстро Выходят из этого состояния На эту ситуацию Работает возраст Со временем Это проходит Ребенок израстается Но вот пока Они маленькие До двух-трех лет Иногда это Проявляется Это может наблюдаться А вот дети Подростки У них бывают Бывают Очень часто Особенно у девочек И вот мы вчера Говорили о гипервентиляции И о механизмах Ее развития Что часто дышит Увеличивается концентрация Кислорода Углекислый газ Элементарного количества Уменьшается Алкалоз дыхательный Развивается И смотрите На этой картинке Изображено даже Как мера помощи Быстрая мера помощи Мы вчера об этом не сказали А надо было Дать подышать В целлофановый Или бумажный пакет И эта ситуация Сама нормализуется Увидеть изначально Когда вы видите Часто дышит Со страху Ребенок Ждущий вакцинации Около вашей двери Быстро его успокоить Посадить Прежде чем будете Делать вакцинацию И вот это частое дыхание Успокоить Вот таким вот путем Дать подышать В бумажный Или целлофановый пакет Этого бывает достаточно Но у некоторых Склонных детей Даже вот это состояние С гипервентиляцией Может сопровождаться С судорожным подергиванием Вот у той девочки Из ролика Возможно так и было Мы сейчас к ней вернемся Но В отношении обмороков Вчера как раз таки Были вопросы И мы на них отвечали До сессии В отношении обмороков На пробу манту На вакцинацию Они тоже могут быть Вот ситуация с коре Она показала Большая часть Это были обморочные состояния Синкопе Что же происходит Боятся уколов дети И мальчики и девочки Девочки больше мальчики Может меньше На самом деле Просто виду не подают Тоже боятся Так вот Для них это стресс Небольшой ностресс Но дети-то разные По своему эмоциональному уровню По своей эмоциональной реакции Так вот у них сначала На стресс Выброс адреналина происходит И пока вы делаете вакцину Вроде еще ничего не происходит Он выходит из комнаты Проходит Обычно где-то минут 5 И иногда это доходит Даже через 30 минут Потом адреналин Начинает падать Сосуды расширяются Возникает гипоксия Головного мозга И обморочное состояние Ничего страшного В этом нет Страшное тут единственное Что он может упасть Затылком на капельный пол Вашей манипуляционной Или вашего коридора Вот это страшно Может возникнуть Если полный рост То и сотрясение может возникнуть Вот это страшно Теперь Другая серия реакций Они так называемые Получили название Даже психогенных Массовых реакций Вот Это что в Грузии Я вам попыталась продемонстрировать Когда один случай И вокруг у всех Всем начинает казаться Вы знаете как Это называется Даже в психологии Я боюсь ошибиться Но есть такие определения Типа Реакция толпы что ли Вот когда один в толпе Возбуждается Все начинают массово На массовых митингах Это можно видеть Приходит человек На массовые митинги Без всякого намерения Там бузить Но когда он видит Что там происходит Он вдруг невольно К этому подключается Вот такого же Рода психогенные реакции Когда видят у одного У остальных подростков Могут Они начать чувствовать у себя В результате тревожного состояния Состояния панического страха Еще раз Вот вернуться к этой схемке Вот другая ее вариация Другая ее демонстрация Что же возникает В результате боязни Вакцинации У детей маленького возраста Вот на высоте крика Может быть рвота Могут быть Даже когда они очень долго кричат Небольшие подергивания Ручек и ножек Которые тоже не надо путать Это даже не судороги Судорожные подергивания Мы сейчас о ней будем еще говорить Подробно Вот у более частых Это синкопе или обморок И вот гипервентиляцию Вот у той девочки На ролике конкретно Было проявление гипервентиляции Я предполагаю Что там имеет место И истерический компонент тоже Истерический То есть это чисто психогенная реакция Никакой соматической Органической Национальной там какой-то Патологии у этой девочки На вакцинацию Фактически нет И когда доктор или медсестра Говорит дыши чаще То она честно говоря Усугубляет Эту гипервентиляцию Ну вот что такое Синкопе Мы уже сказали Фактически Синкопе Это вазовагальный обморок Он может быть связан Со страхом И с болью Какая-никакая инъекция Уколы боятся многие И у некоторых Она может сопровождаться Какими-то судорожными Подергиваниями Но это на самом деле Не настоящие судороги Вот бояться надо Не самого обморока А падения Ну это образная, конечно, картинка Вот что Если упадет затылком То это может Иметь последствия В литературе Описаны случаи Когда вот так вот Упал рост Затылком На капельный пол В результате Черепно-мозговой травмы Погиб человек Ну это надо иметь в виду Поэтому только сидя Только сидя Или лежа Можно ли предупредить Обмороки и травмы Связанные с ним Да, конечно Конечно Просто надо психологически К этому быть готовым Персонал должен быть Этому обучен Как предупредить Обязательно сидя Или лежа Вакцинирован должен Оставаться под наблюдением Минимум 15 минут А лучше вообще 30 минут Как-то вот отслеживать И при развитии Предобморочного состояния В срочном порядке Вы видите Уже бледнеет Еще не в обмороке Еще в сознании Но уже начинает бледнеть Мера первой помощи Положить голову ниже Ноги выше Дать доступ Свежего воздуха Все И все нормализуется Вы это увидите И спокойным голосом С этим подростком Разговаривать Чтобы не усугублять Как только он Видит панику В ваших глазах Он понимает Что с ним уже Что-то страшное происходит Почему Причина возникновения Вот этих вот Обмороков С судорожным Скажем так Компонентом С какими-то судорожными Подергиваниями Вот были исследования Есть публикации На эту тему Когда делали Электрокардиограмму Электроэнцефалограмму На эту тему Вы знаете Там в результате Вот этого гипоксического Это как бы вот Уплощение ЭКГ кривой То есть Кора головного мозга Как бы выключается На очень короткий промежуток В результате гипоксического явления Собственно говоря Суть обморока Что же происходит дальше А дальше происходит Вот что Кора головного мозга Молчит Электрически Она не контролирует ситуацию А в ретикулярная формация Тоже не тормозит Никакие импульсы Которые гуляют Скажем так По организму И в результате этого Любые периферические раздражения И я могут Не контролируясь Через В результате Электрического молчания Коровного мозга Могут Возвращаться К периферическим мышцам В виде вот таких вот Подергиваний Появляются Судорожные подергивания Как будто Судорожные подергивания Конечности Вы вот на ролике Это видели У кого это бывает чаще Чаще всего Все-таки Вот эти судорожные подергивания Бывают у людей С каким-то Фоновой К этому предрасположенностью У восприимчивых лиц К аноксическим припадкам Вот К аноксическим Эпилитическим судорогам То есть Фоново что-то тут должно быть То ли в родах Травмированные То ли какая-то Перинатальная цифровопатия Длительная Выраженная форма А вот в подростковом возрасте Вот эта давно забытая Как бы уже ситуация Дает себя знать В результате Вот этой вот сильной Психогенной реакции На вакцинацию И вот появляется Массовое определение Массовое психогенное заболевание Оно сопровождается Развитием симптомов Таких как Головная боль Головокружение Потери сознания У группы лиц В результате того Что всем им делают вакцину Всем им делают одно и то же И вот в результате Это возникает такая вот Паника И у всех окружающих позже Обычно Вот ряд стран я называла Это наблюдается В ходе кампаний Массовой иммунизации И подвержены этому Именно подростки У которых может развиваться Обморок Но вы знаете Даже взрослые мужчины Иногда падают в обморок Они падают И при виде крови И при инъекции Тоже бывает такое Именно те люди Пример по Иордании Конкретно Вот как там было На АДСМ вакцину Вот казалось бы Настолько нереактогенная Вакцина В сентябре 98 года Вакцинируют 800 подростков Иордании Так и Нет Вернее так Вакцинируют в 98 году И у 800 подростков Обращаются 800 подростков С якобы Повученными эффектами 122 были госпитализированы Повидимы с подозрением На анафилактический шок Или что это такое У подавляющего большинства Симптомы явились Результатом не вакцинации А результатом Массового психогенного расходства Что-то они у себя видели Что-то у него сдергалось Глаза там К носу скашивались И так далее Наверное Было принято Скорее всего Это отчего бы госпитализировали За анафилактический шок Но это был конечно Не шок Вот такой массовый шок Это что должен был быть За препарат А речь идет Насколько я помню По публикации Было АДСМ Здесь почему-то прошло АКДСМ Но это был АДСМ Вакцина Итак Что свойственно Для массовых обмороков Массовых реакций Это типичные Эмоциональные Ситуационные обмороки На один и тот же Стимулирующий фактор И обычно Разникает все-таки У людей Восприимчивых 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 Подростковая группа Значит Не надо Делать инъекцию На глазах у других Постараться Нивилировать психологически Всю эту ситуацию Разряжать ее Контролировать И до вакцинации Объяснять подросткам Что ничего страшного Не происходит И успокаивается Скажем так Вот Важные сообщения Которые еще раз Еще раз Я буду проговаривать Которые необходимо Взять с собой Скажем так Кластеры заболеваний Связаны со стрессом Их становится просто больше И не только Два случая было В Казахстане Они есть в мире Потому что К вакцинации Сейчас вакцинации Охватываются подростки Молодые люди Вот меры Если они адекватны Были заранее Они эффективны И они должны Предприниматься На уровне сообщества На уровне системы В целом На уровне программы Иммунизации Если уж она принимает Решение О проведении Массовых компаний Очень принципиально И профессионально Надо работать С социальными сетями И другими Технологиями Коммуникации Восстановление доверия И уверенности Очень долго И сложно Вот вы слышали Наши дискуссии С Шалкаром Вот Это действительно Очень и очень непросто Но делать это придется По-другому никак И еще раз Повторение Практических рекомендаций Для того Чтобы обеспечить Безопасность Все-таки 361 приказ Опять-таки Во-первых Мотивировать надо Говорить подростку Зачем это делается Приводить бесформные факты Насколько для него Это важно Во-вторых Обязательно Не проводить их Как солдатиков Не осматривая Осмотр даже подростков Не должен быть формальным Надо выяснить Все имеющиеся проблемы Со здоровьем Чтобы не пропустить Ни одного больного Выяснить все факторы Аллергии Пищевые Медиками Тоже Чтобы принять Меры предосторожности Не пропустить Фазу обострения Если есть какие-то Аллергические Склонности Наклонности И заболевания Побочные проявления На вакцинацию В прошлом Обязательно выяснить И беременность Никто не исключает Среди студентов Колледжей Студентов Вообще Беременность Если вы не спросите Может сами не назовут Какие-то вакцины Например Кривую Беременную Просто нельзя Конкретные противопоказания Вакцинировать Пациента Либо сидя Либо лежа Мы об этом сказали Уже И как минимум 15 минут Держать В поле своего зрения И быть все время готовым К оказанию Первой помощи И при обмороке Она очень мера простая Положить Голову ниже Ноги выше И всегда Быть готовым К обморок К анафилатическим шокам Которые Дай бог Вашей жизни Никогда не случались Еще раз Возвращаемся К этой схеме Итак Мы теперь знаем Что такое Золотые минуты Это профессиональная готовность Персонал должен быть обучен Вот это наша задача И тогда Вот этих ситуаций Мы иметь не будем Благодарю за внимание По этой презентации У меня все Если появилась Князева Я С удовольствием Отвечу на ее вопрос А так Переду к следующей презентации Следующая презентация Касается фактов И мифов О вакцинации Факты и мифы О вакцинации Ну вот Опять-таки Это взаимовязанная Взаимовязанная тема Если в стране Есть противовакцинальное движение То есть и аргументы И флаги Которыми они размахивают И Какие-то понятия Которые они пытаются Донести до населения Среди них попадаются Очень агрессивные люди Которые Я не знаю В силу того Что нечем заняться Что ли Или Вообще Может быть Я не знаю У меня есть подозрение Что настолько бывают Агрессивные люди И я их видела Я их слышала Что у меня возникало Подозрение Не нужна ли тут Консультация вообще психолога Честно говоря Ну так все-таки Что же Является правдой О вакцинах А что же является мифами Их очень много Обсудим Поговорим по крайней мере О самых важных О самых частых Скажем так Вакцины могут Навредить ребенку С ослабленным иммунитетом Вакцина имеет Как раз таки Противоположную задачу Она имеет Задачи Стимулировать Систему иммунитета В плане Подготовки Ее к ситуации Соткновения С патогенным Возбудителем Который может Угрожать и жизни И здоровье И привести к инвестициям Навредить Ребенку С ослабленным иммунитетом Надо выяснять Причину ослабленного иммунитета Мы говорили вчера Об особых детях И конкретно Оговаривали Причины По которым Категории Особых выносятся дети С проблемной системой иммунитета Вот к ним нужен Действительно Индивидуальный подход С учетом Массы факторов Который доктор Врач должен решить Для того чтобы Сопоставить риск И пользу Все противопоказания Учесть И после этого Только все-таки Сделать вывод В пользу вакцинации И в пользу ребенка С позиции Ребенку С проблемной иммунитета Не навредить Там есть масса особенностей Вакцинация вообще Вся в деталях Масса деталей По каждой вакцинации Обратите внимание Масса деталей Которые приходится Учитывать По конкретно Состоянию здоровья Каждого ребенка Прививки не защищают От болезней на 100% Сегодня с утра Мы дискутировали В отношении курей Это можно сказать И о некоторых других вакцинах Очень большие проблемы Связанные есть С БЦЖ Здесь есть и правда Здесь есть и мифы Вот о БЦЖ Учитывая массу вопросов Которые возникали у слушателей Я завтра В одной из трех презентаций Специально выделю раздел И более подробно Буду говорить Конкретно о БЦЖ Потому что это действительно важно Это нужно Чем аргументируется То, что БЦЖ сохраняется В календаре прививок Учитывая даже все плюсы и минусы Мы об этом еще будем говорить Прививка против гриппа Неэффективна Потому что вирус каждый год Да, это правда Да, это правда Это так Но тем не менее Грипп все еще такая Серьезная, сильная Инфекция По своим последствиям Она сродни Коронавирусу В чем-то Она даже сильнее Даже коронавируса По некоторым своим аспектам И поэтому Контингенты риска Метработники в частности Которые постоянно находятся Под угрозой Инфекцирования Всеми вирусными инфекциями С которыми В первую очередь И в очень большом количестве случаев Население с ними Контактирует каждый день Вот эти контингенты риска Должны защищаться И рекомендовать это нужно И детей это касается тоже Живые вакцины Самые тяжелые Нет, не всегда Не всегда Не самые тяжелые Да, на живые вакцины Вот этих вот Моментов Которые надо Оговаривать И учитывать Больше Но если правильно Предпринимать Меры предосторожности Их совсем не больше Чем предвидев вакцину Взрослые не болеют Детскими болезнями Еще как болеют И как тяжело Еще болеют То же самое Ветрянка И то же самое Коре Очень тяжело болеют Даже дети В какой-то мере Болеют Этими вакцинами Меньше По прививке БЦЖ Мы даже ролик показали Австралийский С конкретным описанием И автора Даже вот этой вот статьи С которой пошла Вся эта история С обвинения БЦЖ И КПК вакцин Там и КПК Шла речь В отношении аутизма Итак Что же дальше А дальше Кто может отказываться От вакцинации Выступать против вакцин И почему Вы знаете как Есть исследования В литературе Пытались изучить Кто же эти люди Вы знаете Они очень разные Эти люди И интересы у них разные И движут ими Разные совершенно идеи Что лежит В основе нерешительности В отношении вакцины Среди населения Я уже говорила Что в Казахстане Есть такие данные Более 70-70% Населения Казахстан Доверяет своей системе Здравоохранения Значит для них Основным источником информации Являетесь вы В коей мере Вы уверены В степени безопасности И необходимости Вакцинации В той мере В это будет верить И верит ваш контингент Но есть люди колеблющиеся Которые не знают Принять какое решение И вот кто уж С ними больше поработает На ту сторону Они и переходят Нерешительность В отношении вакцин Это сложное понятие И оно да Оно очень индивидуальное Оно очень индивидуальное Потому что Да Даже вот 31 случай В масштабах страны Может вот этого человека Которому надо принимать Решение на вакцинацию Своего ребенка Волнует и в меньшей мере Чем то что сегодня ночью Из-за высокой температуры Своего ребенка На вакцинации Платив кори Ему придется не спать Повысить температуру А если у него еще была склонна К фибрильные судороги И у мамы сидит всю ночь В страхе Что ребенок может дать Фибрильные судороги Потому что с вечера Начала помышать температура Для нее это намного важнее То есть Вот это вот Индивидуальное отношение И является определяющим Фактором того Что Надо работать с каждым А отказываются От вакцинации Для того чтобы Вот даже беспокойство Связано с этими Незначительными Побочными проявлениями И действительно Надумывают Для оправдания Самого себя Еще какие-то Еще какие-то С удовольствием слушают Вот эти вот страшные истории Которые рассказывают Антипрививочники Ужасы Что врачи там прям Убийцы Так и прививки делали Для того чтобы Переубивать У детей и так далее Вот Бывает удобно им Принять такое решение И возникает ситуация Связанная с отказом В коей мере Нам удастся это преодолеть Нам надо будет Безостановочно Продолжать это дело Итак Вот Высокий спрос Если нам удается Обеспечить Вот это вот Чувство уверенности Чувство безопасности Некоторые Вы знаете Как начинают Выбирать Что-то они хотят Что-то они не хотят И придумывают Про это Какие-то для себя Истории Связаны Это опять-таки На неуверенности А проще всего Некоторые Даже не заморачиваются Берут и отказываются От всего вообще И тут придумаются Всякие Берут за основу Какие-то религиозные Мотивы Еще что-то Масса чего Может быть надумано Но мы все это Должны иметь ввиду И какие-то Аргументы Против всего Этого Противостовета Итак Почему возникает Противодействие Вакцинации Кто они Эти противники Вакцинации Ну если образно Это просто По большей части Неинформированные Люди Которые Слышат Каких-то лидеров Которые кажутся Им лидерами Тем более Если это обещают По телевидению По телеграмм По телефону Скидывают им информацию В семье Какой-то продвинутой Вот которому Они все верят Остальные Не заморачиваются Просто идут за ним Не желая ничего Не слышать Не видеть И не обсуждая Даже эту тему Это К ним можно пробиться Только через Информирование Через превалирование В системе информирования О положительном влиянии Фанаты теории Вот я о них тоже уже говорила Настолько попадаются Фанатичные люди Вы знаете Они есть люди политиков Ведь это удивительно Что один из кандидатов Президента США В свою программу Включал не только Борьбу против абортов Но и борьбу Против вакцинации Если это Кого-то волнует Какую-то часть населения Пусть один Два Три процента Я тоже буду Вот с этим флагом Тоже Чтобы они за меня голосовали Будут и такие Есть и такие еще Политические программы Даже политики Вот что было неожиданностью Включаются в эти вещи Не говоря о других Например сидясь И сейчас в интернете Им нужны лайки Им не важно Что будет обсуждаться И за что они получат лайки Будет ли это Красивое кружевное белье Или это будет вопрос Об Побочных проявлений После вакцинации Им это не важно Лишь бы шли лайки Лишь бы люди читали Лишь бы вступали с ними В дискуссию Шли вот эти вот И они получают лайки Они на это не зарабатывают деньги Примите так сильно Так Ну вот мы сейчас Шалкаром обсуждали Стоит ли с ними Вступать в диалоги Вот Шалкар называл Наш модератор Конкретные исследования Есть оказывается Что с ними Вот с фанатами Вступать-то в дискуссии И не стоит Потому что этим Только подливаешь масло в огонь С ними надо бороться Другими путями То есть у нас В принципе Есть свои возможности В системе здравоохранения Я же повторяю Больше 75% Нам доверяют все-таки Значит мы должны работать Через это Не через арафанное радио Не через Через средства массовой информации Разумно профессионально Я его использую И через свои системы Так называемого Санпросвета Который никто не отменял Формы его должны меняться Они должны Меняться Соответствие жизни И еще один очень большой плюс Который есть в Казахстане У вас есть великолепный Институт здоровья Который профессионально Владеет навыками Там целая команда большая Я была в этом институте Навыками работы с населением Они однозначно на вашей стороне Вот Станислав Ежелец Очень мудрую такую фразу сказал Что вы знаете Как интересно Что некоторые из них Они ведь сами верят В то что говорят Они вот настолько уже Вникли Вот они считают Прониклись Знают про эту проблему Они считают Что они Пламя просвещения Несут Пламя просвещения Несут перед населением Так сказать Являются спасителями Народа Причина все-таки Того Что есть антивакцинальное Движение И отказ от вакцинации Это недостаточность Информации У населения Той информации Которая правильная Той информации Которая истинная Сомнения По поводу эффективности И доказательности данных Нравственные барьеры Вы знаете Даже есть Барьеры Связанные с Религиозными вопросами С Исламом Скажем так Мы сейчас об этом Тоже будем говорить Очень активное Вмешательство В эти вопросы Средств массовой информации Которые сильно вредят Особенно интернет Особенно интернет Опасения По поводу безопасности Которые Поддерживаются Средствами массовой информации Среди населения И К сожалению Они есть И среди медицинских Работников Опасения Должны быть Они должны быть В разумных пределах Основанные На доказательных Данных И они должны Эти опасения Правильно Использоваться В плане Принятия Предупредительных мер В плане Предосторожности Для предотвращения Любых негативных Последствий Которые можно Предотвратить Какие-то Вы предвидеть Не можете Просто даже Потому что Индивидуальные Реакции Непредвиденные Неожиданные Они имеют Место Все равно Но к ним Просто надо Быть готовы Вовремя Оказать Профессиональную Помощь И все Обойдется Более Получно Группы Противников Вакцинации Ну хорошо Было Если бы они Не нарастали Но надо С этим работать И опять Повторяю Что отсутствие Переверженности Останами Медицинских Работников Это то Отсутствие Координации Движения Координация Должна быть Как можно Лучше Системы С практическими Работниками Системы Первичного Звена Здравоохранения С средствами Массовой информации С лидерами Религиозными Политическими И так далее Наших сторонников Должно быть Как можно Больше Для этого Мы должны Осваивать Современные Эффективные Методы Коммуникации В вопросах Вакцинации Как же Преодолевать Эти проблемы Работать Работать И работать Доводить Правильную Информацию Отвечать Правильно На те вопросы Которые Звучат Как мифы И против Каждого Из них Иметь Конкретные Конкретные Аргументы Перегружает Вакцина Незрелая Иммунная Система Маленьких Детей Уже Новорожденный Ребенок Имеет Иммунную Систему Которая Способна Отвечать На Антигенные Мешательства Она Отвечает И перегрузки Это не дает Перегрузки Это не дает Иммунная Система Она Постепенно Ее становление Идет И уровня Взрослого Она достигает К 3-5 годам И это Берется в расчет Тогда Когда строится Календарь Мы вынуждены Начинать Вакцинировать Очень рано Первые дни И на первом году И только потому Что эта иммунная Система По своим Способностям Отвечает Все-таки Ниже чем у Взрослого Некоторые вакцины Нам приходится Делать Несколько раз Чтобы закрепить Иммунную память И поддерживать Эту иммунную память Это учитывается Календарем Это учитывается Вакцинологией Но сам фактор То, что это Маленький ребенок И его иммунная система Не достигла Уровня взрослого Не дает нам Основания ждать Взрослого возраста Чтобы начать Его защищать Его надо защищать Именно в детстве Миф о генинической теории Что О чем этот Миф О генинической теории Ну вы знаете Как что Общее количество антигенов Оно чередмерно Для ребенка И ничто По сравнению с тем Что Ребенок сталкивается От поседневной игре Еде потребления Миф это или правда Да это правда Это не миф Это правда Потому что Даже с той едой Которую вот сейчас Которую сейчас Кормят правильно И неправильно Ребенка Он получает Вот эти вот антигены А они все проходят Иммунная система Пропускает их через себя Он получает их Не по 0,5 ньютра Он получает ложками В этих чипсах всяких С разными красителями Вот эти вот конфеты Неизвестно чем напичками Вот эти вот сладости Всякие И так далее Я даже не буду Все это перечислять И вот посмотрите На этого малыша Вам демонстрация Ну он вот такой вот Он играет Он из грязи на улице И с чем угодно И с животными Контактирует И все вот эти антигены Он с ними контактирует Это совсем не стерильная среда И этих антигенов Намного больше Чем вакцинах И его иммунная система Всему этому умеет Противостоять Это не миф Это правда Как раз таки Жизнь в стерильных условиях Она неприемлема Для человека Иммунная система Человека Должна быть В ситуации Постоянного тренинга За счет общения С миром микробов и вирусов Предупреждать надо Контакт с теми микробами И вирусами В отношении которых Защитных сил организма Недостаточно Именно эти инфекции Защищаются При помощи Календаря прививок И вот Религиозное влияние Скажем так Когда ислам Даже каким-то образом Мешивается с какой-то стороны В эти вопросы Является ли вещество Входящее в состав вакцин Харам То есть Запрещенными В плане религии Например в исламе Запрещается употреблять Свинину А вакцина Вакцина Ряд вакцин Для стабилизации В формировании Состояния суспензии В вакцинах Используется Желатина Желатину Готовят обычно Из ткани поросят Ну такая технология И вот Были такие выступления Когда говорили Вот это харам Ни в коем случае Мусульманам Такую вакцину Получать не надо Вы знаете Когда же Семинар организации Строхранения Обсуждала эти вопросы И к этим вопросам Были даны Определенные комментарии Касавшиеся того Что Это совершенно неверно Это миф В каком плане И когда вот это Вот такими научными путями Доказывать Других компонентов Которые включены Входят в состав Вакцин Например Азюванты Например Те же самые Алюминиевые классы Очень много Дискутировалось В отношении Теомерсала То есть Ртути Это все В таких Мизерных количествах Что в жизни С другими вещами В окружении Люди Контактируют с этим Больше Чем они получаются С вакциной Если бы это Имелось Действительно Серьезную угрозу Так Производитель Давно бы От этого отказался И Всемирная организация Здравоохранения Привела бы В Австралии Например Вы видели Тот видеоролик Они сейчас Выпускают вакцины Без консервантов Даже Это намного дороже Потому что Без консервантов Это только Одноразовая доза Но со временем Мы к этому Тоже наверное Придем Ну а в принципе Те компоненты О которых Вот так вот Говорят Антивакцинальщики В отношении ртути В отношении Алюминиевых классов Это совершенно Безвредные компоненты В самых-самых Мизерных дозах Это касается Что же про желатин Так вы знаете как Когда шли вы такие В мире дискуссии А мусульманское население Это очень большой Большая часть Населения Земного шара Так вот Были вынуждены Обращаться К религиозным лидерам И к школам Например Школа Исламская организация Для медицинской науки Решила Когда после того Как к ним обратились Что трансформация Свинного продукта В желатин Изменяет его В достаточной степени Для того Чтобы считать Вакцины Приемлемыми Для мусульман То есть Этих религиозных лидеров В исламской школе В исламских верхах Удалось убедить Что вакцинация Это та вещь Которая нужна И даже то Что там есть Желатина Свиного происхождения Не является противопоказанным Чтобы вакцинировать И защищать мусульман Лидеры иудаизма Также Они давали Своё заключение О том Что разрешают Медицинские препараты Компоненты которых Получены Трансформированные Свиньи Это демонстрирует Один из путей При помощи которого Надо работать Со всякими Антивакциональными Движениями И тенденциями Я приведу один пример Например В Узбекистане Была проблема Вакцинации Цыган Они табором Передвигаются Их поймать трудно Правительство И санитарно-педагогическая Служба Учитывая То что они могут Быть носителями Они из других стран Носителями И приносить Возбудитель В страну Могут И так далее Приходилось выходить На их Баронов Для того чтобы Убеждать Что их детей Надо защитить Это удавалось Они целыми Таборами Приходились В наши центры Иммунизации И прививались После того как Разговаривали С их лидерами Это один из путей То есть На лидеры Каких-то сообществ На правильное Аргументированное Объяснение Надо достучаться Надо достучаться Конечно делать это Будут уже В системе здравоохранения Лидеры Акредитов Могут ли Вакцины вызывать Аллергии Или аутоиммунные заболевания Вы знаете Если бы вакцины Способны были Вызывать аллергии Тератогены То есть Онкогенный эффект Если бы они Имели выраженный Токсический Какой-то эффект То эти вакцины Отпали бы Не дошли бы До уровня Производства Уже на первом Втором уровне Они бы и до третьего Не дошли бы И никто бы Не закупал Эти вакцины Они не получили бы Удостоверение Сертификат GMP И они не получили бы Преквалификацию ВОЗ Потому что Эти требования В категориях Требований ВОЗа И GMP Стоят четко Если она Обладает Эта вакцина Аллергизирующими Свойствами И способна вызывать Серьезные нарушения В иммунной системе То есть Провоцировать Применяться Никогда Так что И астму И аллергия Она не может вызывать Аутоиммунные заболевания Про это масса публикаций Кто интересуется Детально этим вопросом Могут ли вызывать Вакцины Рассеянный склероз Хронический артрит Диабет Вот в том руководстве По безопасности Который у вас есть Там есть ссылки По каждому из этих вопросов Не на один А на десятки публикаций Которые вам рекомендует Всемирная организация Здравоохранения Более того По каждой вакцине Вчера В чат Наш модератор Шалкар Скинул ссылки По каждой вакцине О позиции Всемирной организации Здравоохранения Это документы На русском языке Вы кликаете На эту ссылку И увидите Все Что об этом говорит Всемирная организация Здравоохранения Все противопоказания Все рекомендации Все последние Научные данные На эту тему Вот периодически Обновляет эти данные Периодически Эти данные Обновляют Если вы делаете клик Документ не открывается Копируете Вот эту вот ссылку Сажайте ее В поисковик Гугла Или Яндекс И пытайтесь Таким путем Он откроется Он откроется Если и этим путем У вас не получается В поисковик Пишите Позиция ВОЗ По вакцине Например Пнимокок Кликайте Выйдет целая серия Увидите значок Всемирная организация Здравоохранения Открывайте Именно этот документ И вы всю детальную Информацию По этим вакцинам Получите Вот эти вакцины Вопросы о том Что вакцины Которые рекомендованы И внедрены в календарь Не способны Сами вызывать аллергию Многократно Уже доказано Другое дело Что у ребенка Может быть Поновое Аллергическое заболевание Обострение которого Или совпадает С вакцинацией Или Вакцинация Может ли она послужить Толчком Для того Чтобы возникло Какое-то обострение Но в определенных ситуациях И может Может быть Но прям Явно чтобы оно Обладало таким свойством Этого нет Сами вакцины Конкретно Аллергические реакции Вызывать не должны Исключение Индивидуальные реакции О которых мы уже Детально разговаривали Итак Вот Конкретно ссылка На ряд исследований Которые есть Они довольно свежие Вы можете С ними познакомиться В этом отношении Вакцины безопасны Способны ли вакцины Вызывать Вирусные В том числе Вакцины против гепатита B Например Или против гриппа Вызывать И обострять течение Рассеянного склероза Это тоже изучалось В массе исследований И было доказано Что эти вакцины Такими свойствами Не обладают В отношении Сахарного диабета То же самое Я и слайд Приводила Когда ювенильный Диабет Совпадает по времени Может совпадать А это будет приниматься Как будто вакцина Вызвала этот Сахарный диабет Вот конкретно Публикация По сахарному диабету Ссылка здесь есть Она есть в учебнике Вы можете В руководстве Вы можете подробно Эту публикацию Если у вас проблемы Читать на английском Копируйте Сажайте в гугл Гугл Прекрасно переводит Вы суть Этой информации Поймете Родители Да Вы видели Отзывы родителей В прессе По той ситуации Связанной с эпохой вакциной Когда родители Жалуются на отсутствие информации Как снизить Обеспокоить родителей По поводу безопасности Надо предоставлять информацию Надо с ними Разговаривать Надо отвечать на все вопросы Как снизить уровень страхов И сомнений Во-первых Самому надо быть подкованным По всем этим вопросам Я опять повторяю Для этого Мы вам сейчас скидываем Помимо того Что вы проговариваете Кроме того Мы вам отправляем ссылки По каждой вакцине И по любому вопросу Вы на все свои вопросы Там ответы получите Вот родители Которые противники Вакцинации Их мало Но они могут нанести ущерб Вот когда обсуждался Кодекс о здоровье В Казахстане В СМИ прозвучала Такая информация 170 человек Подписало петицию В парламент О том что они против Вот этого положения Об обязательности прививок 170 Это 0,9% Потом писал Один из журналистов Ваших казахских Что эти 170 Там была и политификация То есть Один человек По многу раз Так сказать Кликал там Регистрировался Не знаю Как это было на самом деле Посмотрите Это 1% Но это же те Которые кричат На эту тему Понимаете В чем дело Многие пассивные Они просто молчат Тихо отказываются Но вот в какую сторону Они Так сказать Подадутся Это зависит от нас Нам надо Чтобы они были Все-таки На нашей стороне То есть Чтобы они Среди детей При помощи вакцинации Защищали Когда вы идете В гугл Искать информацию О вакцинации Мы специально Даем вам Конкретные источники За которые Которые отвечают Всемирное организм Здравоохранение Она говорит О достаточной степени Информированности Когда вы просто В гугл пишете Вот дай мне информацию Надо или не надо Прививать против гепатита B Оттуда полезет Столько всего Такого мусора Буквально мусора Вот образное выражение Доктор гугл Ну никак не любит Вакцины Конечно Можно закопаться В этой информации И даже трудно разобраться Что из этого научное А что из этого Фейк Скажем так Вот один пример По ВПЧ вакцине Вот столько статей Что из них правда Что из них неправда Какова мерена Доказательность Практикующему врачу Просто элементарно Извините Нет времени Сесть во всем этом Разобраться Даже если Учитывать там Сколько из этого цитируется Сколько из этого Не цитируется Собственно поэтому Мы и пытаемся С позиции Всемирной организации Здравоохранения Донести на вас Самые Достоверные факты По каждой из вакцин Которые есть В календаре Привет Ну и вот карикатура Которые демонстрируют Вот да Вот они кричат Кричат А этот бедный Не колеблющийся Какой он примет Решение Во многом зависит От нас Ну и вот опять Карикатура Через смех Через юмор Тоже надо с этим Бороться Наверное Вот например Один из Против вакцинащиков ВПЧ вакцинация Приведет к неразборчивому Половому поведению Девочек А было и такое Среди этих Флагов Антивакцинального Движения Что при помощи Вакцины ВПЧ Пытаются Влиять на Репродуктивную Функцию Чтобы снизить Рождаемость Были такие разговоры Хотя эта вакцина Никоим образом Такими свойствами Не обладает Ну и утрированная Комическая конечно Да, да Точно Население воспринимает А вакцина против Птичьего гриппа Когда заставит Нас нести яйца Ну и вот Запуганная Всем этим Мать Она Живущая на инстинктах Сохранения жизни Своего ребенка Она может Понять решение О том Что она от вакцины Лучше откажется Не понимая до конца На что она его обрекает А это Риски заболевания Серьезными инфекционными Заболеваниями В отношении которых У ребенка Своих защитных Механизмов нет И рассчитывать на то Что он переболеет И ничего страшного С ним не случится Иммунитет у него Будет лучше Ну это Неразумно С позиции опыта Человечества С позиции опыта Человечества И по коре Все давно уже известно И по другим инфекциям Все уже давно известно Дептерия Столбняк Что она никак Как не выкрутиться Из ситуации Если не будет Привид Это давно доказанные вещи В этом плане У нас есть очень с вами Сильные аргументы При помощи которых Мы можем население убеждать Вчера же Наш модератор Шалкар скинул Вам вот эти ссылки Тоже Есть инструменты Для медицинских Работников и родителей В той ситуации Когда вы нуждаетесь В убедительных Аргументированных фактах При помощи которых Вы должны работать С населением Это источники информации Европейского регионального Бюро ВОЗ Семь основных доводов Польза вакцинации Новые ресурсы От 2012 года Ресурс Европейского CDC Американского CDC Там есть специальный Веб-сайт для родителей И для поддержки Педиатров и медработников Со стороны местных Национальных органов Вот опыт Британской Колумбии Приводится И Австралии То, что на английском Гугл прекрасно помогает Основную суть Идеи вы поймете Если вам понадобятся Эти источники Они есть в чате Вы можете ими воспользоваться Они есть и в учебнике Итак Основной путь Это через образование Конечно И образование По работе с населением У нас должно начинаться С вузов и колледжей Медицинских Вы знаете Как очень сильно Должны нам помогать В этом плане Патронажные медсестры Они в основном Контактируют с населением Врачу сидящему на приеме Когда на одного У него и 15 минут Иногда нет Проговорить Вот все 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 Что надо бы сказать Иногда просто Не представляется возможным А вот Если бы патронажную Сестру этому Обучить как следует Уже на этапах Ее обучения А потом уже В ходе работы Вот она может послужить Вот тем рупором Который донесет До населения Самую важную информацию И колеблющихся Будет меньше Вот среди Получающих Между получающими Вакцинацию Вакцинируемыми И Теми Кто делает вакцину Вот этими промежуточными Должны быть мы сами Мы должны быть Мы Вот вакцина Это должна Патронажная медсестра В лучшем случае Это если Средства массовой информации Те которые Подкованы Правильной Нужной для общества Информацией Владеющей Этой информацией А не Противники вакцинации Вот тогда Когда они становятся Между нами То мы Проигрываем Ну педиатры Конечно доверяют Научные доказательства Мы в коей мере В коей Смогли Вот через Этот Зум семинар Попробовали вам Привести Вот эти научные Доказательства Что вообще Объявляет педиатр Какие вопросы Они обычно Беспокоят Это безопасность Вводимых вакцин Что содержится В каждом шприце Небезопасно ли Одновременное Введение Число инъекций В один день Можно ли Приивать очень Маленьких детей Как вести учет Вакцинации Подчищающих Как работать С родителями Отказывающимися Приивать своих детей Будет ли Не веряться Еще одна Новая вакцина Будет не веряться И не одна И не одна Вакцинология Будет продолжать Развиваться Потому что Человечество Не собирается Отказываться От этого Эффективного Инструмента Защиты Населения От эпидемии И жизнь Она будет Подкидывать Новые задачи Вот в частности Проблема с ковид Кто ее ожидал А кто его Знает Что нас ожидает Дальше И в этом плане Вакцинология Продолжает Работать И сейчас Находится В разработке Десятки Десятки Если не сотни Новых вакцин Отказ от вакцинации Это активное решение Минимальные риски Связанные с вакцинацией Полностью нивелируются При сравнении С рисками Для здоровья Случения привитости Если правильно Аргументировать Если правильно Соотносить Риск и пользу От вакцинации Вот это активное решение Должно быть Все-таки В пользу вакцинации Итак Информирование Обучение И координация Усилий Всех участников Данного процесса Вот То, что я хотела Вам сказать О фактах И мифах Есть еще Другие мифы Один появился Совсем недавно Тогда возникла Когда возникла Случай Ситуация С ковидом Девятнадцать В публикациях Причем Не просто В разговорах Появилась Публикация О том Что Те, кто вакцинированы БЦЖ Меньше Болеют Ковидом Девятнадцать Что это Миф Или правда Пока непонятно Куда это Отнесется К мифу Или правде Потом Пошли к этому Комментарии Что пока Делается вывод Научное заключение Об этом Недостаточно Но проводили По поставлении Людей Которые были До этого Привиты БЦЖ Хотя в роддоме Один раз И как часто Они заболевали Ковид И те Которые Такой вакцина Не имеют Девятнадцать стран В которых Ковид Силы Ситуация Не прививается И вот Был сделан Такой Предварительный Скажем так Вывод Эти исследования Видимо Будут продолжаться Мифы тоже Будут рождаться Каждый день И потребуется Много научных исследований Другое дело Что мифы Это родить Очень легко Иногда бывает Действительно Сказанного Одной Мамой Одной Я не знаю Кем Брошенные фразы Правильные Неправильные Надуманные Ненадуманные Бывает Доставшие Что вокруг Этого В СМИ Пошел шум А вот На доказательство Этого-то Нужны Научные Исследования Которые Требуют Физических Умственных И материальных Средств И делать Это очень Непросто И научный Мир В частности Всемирная Организация Здравоохранения Ссылается Только на Те публикации Которые Доказывают Особую Четкость В выдерживании Всех Методических Аспектов Получения Доказательной Информации То есть Мало Какая статья Признается Возом Что это Да Действительно Правильно Поставленное Сопоставление И правильно Сделанные Выгоды По этому Слайду По этой Презентации Все И у нас На сегодня Остается Остается Еще Один Вопрос А он Касается Разбора Еще одного Клинического Случая Разберем Еще один Клинический Случай Этот Клинический Случай Касается Судорог То есть Той ситуации Которая Связана С инсполитическими Реакциями Которая Обычно Тоже Практика Вызывает Большое Напряжение Что же Это За случай Такой Ребенок С судорогами В вашу Поликлинику Привели 18-месячного Турсунбека По поводу Эпизода Тоника Клинических Судорог После получения Вакцинации За день До этого Мальчику Ввели Бесклеточную АКДС Сочетая С ХИП И ЭПВ То есть Пентавалентную Вакцину У ребенка Температура тела В день получения Приивки К вечеру Повышалась До 38,5 градусов Судороги Продолжались Две минуты И самостоятельно Прекратились В результате Сбора Анамнеза И физикальных Обследований Других Патологических Проявлений Не обнаружены Вечером Мама После этого В принципе За медицинской Помощью Не обращалась Потому что Я повторяю И температура Упала И судороги Самопроизвольно Прекратились Посмотрите Пожалуйста Какой вариант Ответа Вы бы выбрали Из этих четырех Первое Как вы расцените Вообще этот случай У ребенка Были фибрильные Судороги Вследствие Стимуляции Центральной Немосистемы Первый вариант Второе У ребенка Были фибрильные Судороги Из-за высокой Температуры Которая в свою очередь Вероятно Связана с вакцинацией Третий вариант У ребенка Признаки эпилепсии Ему следует Назначить Противопилептические Препараты А введение Последующих Доз Вообще Противопоказаны И четвертый вариант У ребенка Эпилепсия Развилась Вследствие Вакцинации Какой вариант Ответа Выбираете Вы Правильным Вариантом Ответа Было бы Выбрать Что у ребенка Фибрильные Судороги Которые Возникли Из-за высокой Температуры И которые в свою очередь Вероятно Связаны Да Вакцинация В частном Сепенду Она иногда Иногда Цельноклеточная Чаще Бесклеточная Которая Которая Применяется У вас Намного Реже Но Может Давать Температурные Реакции Особенно На вторую Третью АКДС Содержащую Вакцину Потому что Есть уже Определенный Уровень Телообразования И вторая Третья Может усилить Эту реакцию Которая Физиологичная В принципе Физиологичная Что важно Помнить Фибрильные Судороги Могут развиваться На фоне Любого состояния Вызывающего Лихорадку Очень часто На участке Вот если Вы ребенка Наблюдаете С рождения И до этого Он переносил Остре Респираторные Инфекции То вы даже Знаете Тех детей Которые У вас Склонны К тому Чтобы дать После определенного Уровня Температуры Могут давать Судороги То есть Такие эпизоды Раньше были Но может Случиться так Что у ребенка Этих эпизодов До этого Не было И вы первый раз Видите Действительно Может У мамы Это вызвать Большую панику А на этом Мать панику Можно вызвать И у врача Тоже Но если Это все-таки Связано С температурной Реакцией И прекращается Очень быстро Самопроизвольно Бояться Этого Не надо Вакцины Иногда Могут вызывать И повышение Температуры Но Фибрильные Судороги На саму Вакцину Вот конкретно На саму Не связано С фибрильной Быть не должны Производители Это гарантируют Вакцинация Предотвращает Много Эффективных Эпизодов Фибрильных Судорог Удивите Каким образом Например Если это Коревая Вакцина То При коре Ребенок Температурит Высоченным Образом Три-пять И если Он склонен К фибрильным Судорогам Он может Такие Судороги На фоне Коревой Температуры Дать Коревой Лихорадки Которая Плохо Сбивается Абсолютно А тут Кратковременное Повышение Даже с этими Судорожными Не является Ситуацией По поводу Которую Нужно Сильно Паниковать Как вы Расцениваете Это событие В связи с вакцинацией Этот эпизод Первый вариант Ответа Был вызван Вакцинацией Второй вариант Ответа Эпизод Судорог Был связан С вакцинацией По времени Эпизод Судорог Никоим образом Не связан С вакцинацией И вакцинация Спровоцировала Эпилепсию У ребенка Но это Никоим образом Конечно Не эпилепсия Эпизод Судорог С вакцинацией по времени однозначно связан. Вакцинация могла вызвать повышение температуры, и у ребенка, склонного к фибрильным судорогам, это могло послужить причиной того, что вот появились вот эти вот коротковременные судороги. При этом важно помнить, как и любые другие лекарства вакцины могут вызывать побочные проявления, это никто не отрицает. В большинстве случаев чаще всего это временное совпадение, временная связь между вакцинацией и побочным проявлением. Но не всегда это означает, что именно вакцина является причиной вот этой вот ситуации. Не всегда. Например, у Турсумбека. Не было известно о том, что он склонен к фибрильным судорогам, но при всем том, что состояние ребенка было оценено перед вакцинацией, вакцинация могла совпать по времени с началом остро-респираторного заболевания, которое вызвало фибрильные судороги. Могло быть такое, потому что на первом году жизни остро-респираторные инфекции – это далеко не редкое явление. Исследования не выявили повышенного риска развития фибрильных судорог после введения бесклеточной коклюшной вакцины, хип-вакцины, вакцины против гепатита В и ветряной оспы. То есть такого рода исследования после серии публикаций, которые комментируют, что вот после вакцин температурные реакции и судороги, может быть, и так далее, и масса других вещей потом было напридумывано, проводились такие исследования, а не есть эти исследования. Так вот, бесклеточная коклюшная вакцина, бесклеточная коклюшная компонент АКДС, содержащих вакцин, которые у вас применяются, они намного реже дают даже вот эти вот фибрильные реакции, не говоря уже о судорогах. Имеется сведение, что АКДС коклюшному компоненту может давать судороги, но это больше касается цельноклеточной АКДС, которую у вас в Казахстане в календаре не применяется. Это положительная сторона вашего календаря, положительная сторона обеспечения вакцинации в вашей стране. Какую тактику вы выберете относительно дальнейшей вакцинации этого ребенка? Четыре варианта ответа. Пациента больше нельзя прививать ни этой, ни какой-либо другой вакциной. Пациента больше нельзя прививать этой вакциной, но другими можно. Третий вариант. Пациента можно прививать этой вакциной только в условиях тщательного наблюдения, в специализированном отделении на случай развития аллергической реакции на вакцину. И вот последний вариант ответа. Пациента можно прививать этой и другими вакцинами без ограничения в обычном режиме. Правильный ответ вообще. В принципе, можно без ограничений прививать в обычном режиме. Но я говорила уже, еще раз повторю, что 361 приказ СанПи, Республика Казахстан, он осторожен, очень осторожен, и он оговаривает и этот момент. Там оговаривается, что если есть склоны к фибрильным судорогам, и вы точно знаете, что у Тушенбека это было фибрильные судороги, то в следующий раз, применяя эту вакцину, вы имеете право, закрепленное в приказе, перед этим дать ему аппаратистаму. Объясняя маме, с какой частотой его дать, как давать, не чаще, а раз в 4 часа, если температура собьется, и дальше его давать не надо. Но вот СанПи оговаривает и этот момент. Хотя это не является рекомендацией семинаров из здравоохранения. В принципе, семинар из здравоохранения считает, что вполне безопасно такого ребенка, когда вы четко знаете, что это фибрильные судороги, можно прививать другое дело, если это касается афибрильных судорог. Вот для того, чтобы правильно оценить эту ситуацию, важно помнить, что все вакцины разрабатываются с большими требованиями строгости. Если известно, уже на этапах исследования, фазах исследования гарантирующих безопасность было выявлено, что на саму вакцину возникать могут реакции странно-центральной нервной системы, то эта вакцина никоим образом не попала бы в практику. В соответствии с законодательством требуются многие годы. Ни страна, выпускающая ее, ни ее комитет не подтвердили, ни GMP, ни ВОЗ не подтвердит, если будет подозрение хотя бы на то, что эта вакцина может вызывать такие эффекты. Она не пройдет всех этапов тестирования. После начала использования вакцины осуществляется неприятный мониторг. И дальше отслеживается. Поэтому вас и просят. Даже вот в случае с Турсенбеком, в принципе, надо заявить. Экстренное извещение по нему должно быть подано. Вы знаете, что это фибрильные судороги. Вы уже приняли решение, что вы в следующий раз, и маме это объяснили, что ничего страшного, дадим простамолу следующую вакцину. Опять-таки, это и вот АКДС-вакцина с бесклеточным компонентом мы проведем. Вы объяснили и убедили ее в этом, но вы это все равно должны подать. Почему? Потому что в стране существует система, которая учитывает все нежелательные последствия, все, и анализирует их для того, чтобы ничего не пропустить. С вакцинацией все-таки сопряжены некоторые риски, но польза, она всегда превалирует. И никогда невозможно предугадать индивидуальную реакцию все-таки. Вот индивидуальная реакция – это та ситуация, которая преподносит нам сюрпризы. Следующий вопрос. Если имеется подозрение на то, что этот или какой-то другой случай необычной реакции или клиническое проявление может быть связано с вакцинацией, как вы будете себя вести? Часто я вам покажу, что вы будете делать? Первый вариант ответа – никому ничего не говорить, потому что это скомпровицирует программу иммунизации саму вакцину. Твердо стоять на том, что быть этого не может, потому что этого быть не может. То есть вакцина не вызывает побочный реактор и не знает ничего, не знает. Третье. Вы должны сообщить местным органам власти о случившемся в соответствии с установленной процедурой, даже если это только подозрение. И последний вариант. Вы должны сообщить органам местной власти о случившемся в соответствии с установленной процедурой, только если вы абсолютно уверены в наличии причинно-следственной связи. Так вот, правильный ответ – даже если вы не уверены в отношении этой абсолютной причинно-следственной связи, вы лучше все равно должны заявить, потому что есть люди, есть нормативно, правовым методом закрепленные алгоритмы разбора этих ситуаций, по которым должны пройти все нежелательные последствия. Только тогда можно будет большинство из них избежать. Важно помнить, что рекомендуется, чтобы любой медработник, проводящий вакцинацию, сообщал о любых значимых проблемах со здоровьем вакцинированных или о неожиданных. Потому что скрыть обычно не удается эти вещи. Если вы не скажете, вы об этом будете говорить население, а потом это будет иметь тоже нежелательные последствия. Сообщать следует о побочных реакциях на вакцину, указанных в информации правительства вкладыша, а также о любых клинических значимых или неожиданных событиях после вакцинации. Все, что считает чрезмерно медицинский работник и население, должно быть сообщено. Другое дело, как это потом будет оценено? Как это будет? Оно будет классифицироваться. Случайные события отнесут к случайным событиям. Психогенные реакции обмороки отнесут к обморокам. То есть вот эта аналитическая работа, она всегда будет проводиться. Ну вот тут вот важно помнить, вы это прекрасно, конечно, помните, что вы сообщаете. Если уж вы выявили нежелательные последствия, то вы обязательно сообщаете тип введенной вакцины, время, сроки проведения, время начала нежелательного события, фоновые состояния, имеющиеся заболевания или прием лекарственных препаратов, совпавшие с введением вакцины, нежелательные события после вакцинации в анамнезе и демографические, то есть возраст, фамилия, адрес и так далее. Это, я думаю, вам не надо даже напоминать, вы это знаете, потому что в экстренных извещениях все это конкретные графики, которые просто нужно дополнить. Вопрос пятый. Как вы думаете трактовать ситуацию, действовать, если в ту же неделю, когда прививали этого ребенка, еще два ребенка поступили жалобами на такие же симптомы, и они тоже были привиты этой вакциной в том очереди? Вот этот вопрос касается ситуации, когда, может быть, поступила какая-то серия вакцины с каким-то дефектом. Вот для того, чтобы уловить, вот эта ситуация важна для выявления кластеров. Кластеры возникают тогда, когда это касается серии вакцин. Чтобы вот эта серия не была использована дальше, с этих позиций нужно сообщать. И поэтому вот варианты ответов. Я без сомнения посчитаю, что вакцины являются причиной судорог. И никогда не буду больше прививать другие детей вакциной, бесклеточной АКДС. Я сообщу о событиях для проведения дальнейшего расследования по серии вакцин, условиями ее транспортировки и хранения. Я проинформирую родителей о том, что при применении вакцины бесклеточной АКДС достоверно повышение частоты судорог, хотя это не так. Я посчитаю, что это было случайное совпадение, и не буду никуда сообщать. Ну, конечно, правильным является все-таки сообщить. Когда два-три случая, однозначно, более двух случаев надо сообщать, чтобы уловить кластеры. Потому что скрывать это ни в коем случае не надо. Обязательно нужно сообщать и опять повторять для того, чтобы гарантировать безопасность всей серии вакцин для остальных вакцинируемых. После сообщения о нежелательном событии приоритетом становится тщательный анализ между ним и вакциной. Вот тут все факторы изучает уже группа экспертов, которые обычно этим занимаются. Если будут являться другие случаи такого же нежелательного события или при использовании той же вакцины, то следует исключить ошибки при производстве вакцины и нарушении слоев хранения и транспортировки. Вот паниковать раньше времени, прежде чем эта группа экспортная не сделает своего заключения, не надо. Давать свои заключения на эту тему пока не надо. Если надо информировать родителей о том, что происходит, если они не задают этот вопрос, надо сказать, что мы информировали. Есть люди, которые этим занимаются. Сейчас все это будет тщательно анализироваться и вы будете информированы в последующем о том, к какому заключению придет эта экстренная группа. Вот, в принципе, вот этот клинический случай. И кроме того, еще один момент я хотела бы оговорить, что в Санпине четко оговариваются афибрильные судороги. Вот если есть афибрильные судороги на вакцинацию, то прежде чем в следующий раз делать, и причем если они развиваются в течение 7 дней после ряда вакцины, в каких-то вакцин, в частности, с каплюшным компанией, КПК, это касается. Так, вот тут вот вы должны принять все меры предосторожности для того, чтобы, когда будете принимать решение о повторном применении этой вакцины. Санпин это оговаривает. Афибрильные судороги должны вызывать осторожность. Вот тут вам понадобится и специалист, и неропатолог, который вы привлечете для того, чтобы разобраться с ситуацией. Вот все по разбору этого клинического случая. А на этой фотографии я с удовольствием каждый раз демонстрирую. Это новое здание казахского посольства в Ташкенте. Это самое красивое здание из всех посольств, которые есть в Ташкенте. Оно находится на одной из центральных улиц.